ну что всем привет снова здравствуйте снова я вот только записал видео про флорида буквально вот на днях или на прошлой неделе уже не помню время быстро летит как вот пришел следующий ураган на самом деле уже тогда было понятно что какой-то ураган намечается причем он не один там еще один с другой стороны намечается сейчас пройдет этот возможно еще один прилетит со стороны уже майами вот просто что хотел сказать что мы пережили да вот один такой крупный ураган он был категории он был четвертой категории переходящий в пятую то есть на грани пятой сейчас вроде как он идет четвертой категории спускается вроде как на третью когда уже выйдет на берег то есть по сути это ну не такой прям супер разрушительный ураган будет вот как тогда был когда назывался ураган который мы пережили вот он будет не такой разрушительный но просто он по масштабу будет побольше вот то есть он будет конкретно аж от сарасоты и до приехал парень на пятилитровом халкет звук приятный вот в общем ураган будет от сарасоты аж до форт майерса большую большую территорию будет занимать он пройдет так сквозняком через орла да в ту сторону мне вот интересно как он зацепит все вот эти парки disneyland universal studio вот скажу одно что что надо быть очень осторожным потому что мы сидели дома когда был этот ураган закрыли окна и в общем слушали все эти страшные звуки реально но детям принципе было не страшного они там игрались рисовали вот жена их там как-то отвлекала ну и принципе они пошли спать когда захотели спать когда по времени уже была пора спать а мы сосед ferrari будет заводить будет громкий звук а не знаем перебьет он меня или нет вот значит и мы но мы женой уже конечно побаивались потому что там вода нет нет протекала под дверью входной звуки очень страшные были там просто как будто шабаш видим снаружи вокруг дома летал и прям я вот глазок дверной смотришь потому что дверь мы не закрывали потому что ее нельзя было заколотить забить никак то есть то единственное кто закрывался изнутри но она такая толстая достаточно и как это ураганоустойчиво и крыша у нас была ураганоустойчиво в этом доме вот у многих крышу посрывала ну посрывала не прям всю полностью крышу чисто вот это покрытие как черепица мягкая вот эта кровля то есть вот многих у многих посрывала поэтому вот такие разрушения могут быть он завелся старохтеть будет что они приехали когда решил видео записать вот в общем я бы на месте людей то что я смотрю у меня коллеги мои старые там до сих пор живут форт майерс и вот мы с ними разговаривали типа как вы там что там они говорят что принципе их никто не эвакуирует и никто не просил эвакуироваться то есть они там до сих пор остались сидят ждут этот ураган то есть они жду если объявят эвакуацию они будут конечно эвакуируется скорее всего на юг туда в сторону наиплс в сторону майами наверно будут уезжать потому что вроде как в ту сторону урагана не будет ну и просто всем людям которые там данный момент сейчас находится по возможности конечно уже наверно поздно потому что ураган сегодня придет надеюсь что вы запаслись водой потому что мы успели тогда перед ураганом купить там 6-7 упаковок воды уже не помню всякие консервы у нас были какие-то продукты которые не портятся потому что электричество долго не будет после такого урагана электричество долго не будет потому что там деревья все эти падают рвут провода причем во многих местах не только где-то там в одном месте во многих местах у нас три недели не было света в прошлый раз то же самое не работают заправки то есть в идеале конечно было бы неплохо запастись бензином потому что я помню покупил четыре по моему канистры вот я их все заправил заправил полный бак в генераторе вот и это нам если честно первый день помогло потому что утром когда я уже вышел из дома увидел увидел все все это жесть которая происходила снаружи там соседские дома разрушенные там вот эти деревья на дороге то есть это на машине невозможно было проехать еще мы на возвышенности жили вот те кто пониже там их затопило еще конкретно там знакомых наших у них прям семья не богатая там одна женщина с детьми вот принципе она немного зарабатывала и вот их затопило дом прям вот это плану грубо говоря по грудь примерно нагреть было воды то есть у них прям весь дом затопило вот это конечно но она прям разбитая была вот после этого урагана гости приезжали разговаривали она прям не знала вот реально что делать то есть прям ну то есть это грустно и печально вот это все поехал ладно еще еще тихо еще тихо пока едет тот другой его дружок на этом на хелкет уехал прям погромче поэтому ребята вот так дополнение во флориде это все плюсы флориды испаряются когда приходит урагана ураган приходит каждое лето когда большой тогда маленький когда один когда два приходит каждое лето моего мои клиент моего клиента есть секретарша она мне рассказала историю как у нее сестры был ураган я не помню как он назывался то есть он был первый удар урагана то есть он прошелся снес ей крышу сорвал с дома и в общем там все документы все было разбросано вот они пошли пытались это все убрать и как они не успели еще прибраться как 2 ураган шарахнул и вообще до основания ее дом просто уже размолотил то есть от дома остался там один фундамент вот такое было во флориде пунктогорде по моему они жили вот нанесу в общем держитесь людям кто там находится вот это сегодня среда как раз сегодня этот самый день сегодня будет такая ночка очень тяжелая у нас тоже тогда ночью основной ураган проходил начался где-то часа в три в четыре дня и через ночь проходил вот и у нас уже не работал свет но работала еще сотовая связь и мне мой босс писал там сообщение типа так ураган уже вот настолько-то зашел там к тебе вот сейчас вот уже ураган проходит над тобой вот и потом просто оборвалась связь и все не было связи уже ничего не знал кто там что происходит вот просто реально неприятно вот поэтому никому не желаю это пережить оставили мы там с этот генератор который купил надеюсь те люди счастливые которые с этим генератором там сейчас у них есть возможность хотя бы хотя бы остаться со светом вот но это конечно страшное дело большой ураган даже третья категории будет много разрушений кстати для тех кто думает о работе обычно после таких ураганов это как лайфхак наверное так плохой лайфхак но тем не менее после таких ураганов они там начинают рассылать сообщения администрации городов всех от маленьких что они значит ищет ребят у кого из бензопилы у кого есть какой-то такой инструмент чтобы пилить деревья это пикап траки чтобы разгребать эти все деревья завалы помогать людям там эвакуировать то есть они платят там 200 там но 170 там долларов в час они прошлый раз платили то есть там можно принципе вот после урагана прям но неплохо заработать но всех этих развалах развалах поэтому если кто-то кто-то там у кого есть какой-то такой инструмент или кто-то снаружи посмотрите вот эти местные администрации сайты администрации этих маленьких городов они прям мне прям присылали сообщение типа если у вас есть пикап трак если у вас есть там пила цепная вот обратитесь платим столько-то денег там 170 или 180 долларов в час и там зависимости от того какая какая работа то есть там и больше может быть вот то есть там ребятам поэтому оттуда со всей страны ехали в прошлый раз там электрики в частности там со всех штатов лишь лежащих ехали помогать восстанавливать электричество во флориде вот и сейчас я думаю будет тоже самое только в еще большем масштабе еще больше масштабе вот поэтому смотрите посмотрите может быть кто-то поможет людям ну и заработать немного денег вот почему бы нет за это все платят правительство специальные фонды которые в общем-то выделяют на это все деньги и они не жалеют этих денег платят вот ну и хотел кстати в конце этого видео просто добавлю еще одно короткое видео вот заехал сегодня на район случайно здесь нью-джерси и их просто реально как во флориде вот реально флоридский район только в нью-джерси очень мне понравилось вот добавлю это коротенькое видео в конце вот чтобы так сказать разбавить вот эту грустную историю про ураган вот ладно все ребята не переключаемся еще увидимся будем на связи хочется сказать хорошие слова в поддержку ребят которые остались во флориде в общем то но я думаю им сейчас не до меня и нелегко и вряд ли они сейчас могут что-то посмотреть скорее всего ладно все всем пока так ну а здесь я решил просто поснимать видео но почему-то мне не записался голос не знаю почему это вот я заехал в такой район прикольный закрытый за воротами и просто решил показать потому что очень мне похоже на флориду такая-то нью-джерси то есть я просто но не 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 бывал таких районах нью-джерси именно вот поэтому мне просто стало интересно то есть вот такие вот прикольные ровные дороги все подстриженная трава там какие-то гольф-курс есть вот значит было здание другое это был их clubhouse забыл как называется вот в общем ну очень красиво я посмотрел конечно дома здесь стоят примерно от 800 тысяч долларов до миллиона 100 зависит от площади потому что есть одноэтажные есть двухэтажные вот но все одинаковые видите всех почтовые ящички одинаковые нет но домики разные но имеют одинаковым все стиле все сделано красиво ландшафтный дизайн вот и еще и фи это home owner association то есть вот платите за то что вы там живете как бы абонемент скую плату 400 долларов но за этого следят за вот этими всеми газонами дороги вот это все разметка все чистая ровная красивая водка ну не знаю честно сказать заехал туда и просто вот во флориде просто полно таких комьюнити вот конечно во флориде такого формата дом по крайней в том районе где мы жили стоил вроде 500 там 600 тысяч в тот момент когда мы жили потом цены начали опускаться думаю сейчас наверняка можно тысяч за 350 наверное такой дом уже там взять потому что цены опустились после к вида вот но в целом прикольно там люди гуляют вот я прошу прощения за съемку это так просто там эти лежачие полицейские я не всегда их замечал наезжал на них и поэтому у меня слетал так телефон вот но очень большой такой район там прям целый городок такой ну вот очень приятно там все сделано аккуратно вот реально можно гулять ходить везде видите тротуарчики есть очень красиво то есть них там есть общественный бассейн свой там спортзал который уже входит стоимость вот и мне нравится вот на некоторых почтовых ящиках написано фамилии людей там там семья такая-то семья такая-то ну вот вот такие дела